Сейчас я покажу тебе все медали из стендов 2 и расскажу про их баги. Медали ветеранов, батл пассов, просто с донатных акций и ивентовые. Я Рейв, а ты ставь лайк и по его последней цифре смотри какой скин ты выиграл. В настоящий момент игра насчитывает 29 наборов медалей, в которых содержится от 2 до 6. А если взять и посчитать каждую медальку в игре, то цифра будет составлять 150 штук. То есть прямо сейчас в игре находится 150 разновидностей всех медалей. Самая первая медаль появилась в 2018 году, а она была из ассистенс коллекции. Ассистенс медаль можно было получить одну из пяти штук, админы еще не додумались к тому моменту, на добавление черного золота. И чтобы ты получил самую последнюю медаль, тебе нужно было задонатить всего 3000 рублей. Несмотря на нынешние батл пассы, это вообще сущие копейки. Но самое интересное это то, что первую бронзовую медальку ты мог получить, посмотря рекламу в стендов 2. Из-за этого ты получал первую бронзовую версию. Далее в этом же 2018 году разработчики добавили первые 4 ветерановские медали. И самые первые медали ветерана отличаются от нынешних, потому что они содержат в себе хотя бы некоторое оружие. И это смотрится стильно. Допустим на медали ветерана 2018 скрещены 2 калаша, сзади звездочка и еще венки. А вот самые последние ветерановские просто с цифрой года в каком-то квадратике или ромбике. Разработчики их как-то начали упрощать, но мы еще до них доберемся. А сейчас самый быстрый конкурс, чтобы получить вот этот крутой скин. Обязательно ставь на этот ролик лайк, пиши комментарий со своим айди, подпишись на канал обязательно с колокольчиком. 5 таких штук я отдам своим подписчикам, поэтому обязательно участвуй. И после добавления медали ветерана 2018 разработчики выкатывают следующую на 2019 год, а их содержится тоже 4. И этот набор медалей уже попроще, что-то среднее между старыми и новыми. Они такие же почти что как и 2018, но без двух калашей. Потом админы в 2019 году празднуют двухлетие игры, на что и добавляют новый набор 2 years с двумя медалями. Серебряную, которую можно было получить бесплатно и золотую за донат, которая стоила не так уж и много. Эта медаль интересная и подобных мы уже никогда не увидим. На первых парах стендов 2 разработчики позволяли себе делать медали вообще какие угодно. Уж только самая новая содержит в себе какой-то дресс-код. Бро, прямо сейчас напиши в комментарии, какая твоя самая первая медаль в стендове. Вот моя хот в интерпати. А какую самую первую получил ты? Будет очень интересно почитать. Следующей медалью в игру добавляется компетитив. И эти 5 медалей появились в игре в честь добавления соревновательного режима. Но акция была донатной и стоила почти что в 2 раза дороже, чем ассистент с коллекцией. То есть 6000 рублей. Кхм, да, сейчас вот старые медали по сравнению с нынешними батл пассами стоили вообще сущие копейки. Но эти 5 вариаций компетитив медалей отличаются также от всех нынешних. То есть такого лепестка нигде сейчас не найти. И, к сожалению, данные эксклюзивы уже никак не получить. И завершение 2019 года разработчики добавляют 5 батл пассовских медалей New Year 2020. Да, эти медальки к новому году. И они тоже выглядят не как привычные медали в нынешнее время. Большущие непонятные глыбы льда плюс 2020 плюс New Year. Ну и тогда под новый год игроки впервые увидели двойные пистолеты, которые были добавлены в ивентовый режим. 2020 год уже наступает и разработчики, конечно же, сразу выкатывают новые медали ветерана. Их также всего 4 штуки, разработчики не придумали еще шиледов к ним и граффити тоже бесплатные не раздавали. Медаль ветерана 2020 похожа очень сильно на свою предыдущую версию 2019. И выглядит менее брутальнее что ли. Бро, а если ты хочешь какую-нибудь старую медаль на свой аккаунт, вот не удалось тебе ее когда-то раньше получить, потому что ты начал играть прямо сейчас, то обязательно подпишись на канал, потому что если разработчики уверят, что ты подписан, то они скорее всего сделают возможность получить какую-нибудь старую медаль. Ну я так по крайней мере думаю. Так что обязательно подписывайся, чтобы получить старую медальку. В игре наступает самый первый сезон и добавляют Battle Pass Project Zona 9. Это одна из самых красивейших медалей, по моему мнению, и также мнению разработчиков, потому что они уже добавили ее вторую версию в последних Battle Pass'ах, но пока что мы останавливаемся на пяти медальках проекта Zona 9. Также получаем крутейший Battle Pass, новую карту Zona 9, которую в дальнейшем будут много раз переделывать и измерят ее на Zona 7. И быдлопасс сам по себе от предыдущих стоит уже много, то есть за каждую ветку, а их всего 5, то есть как и медалек, нужно было отдать более 2000 рублей. И я бы с удовольствием это сделал прямо тогда, чтобы на моем аккаунте была самая последняя бриллиантовая медаль. И сразу же после первого сезона проекта Zona 9 добавляют второй. Revival коллекцию! И разработчики выкупают ту фишку, что игроки готовы донатить на Battle Pass, чтобы получить самую последнюю медальку, и добавляют Elite Gold, то есть раньше было 5 штук, теперь их 6. Конкретно во втором сезоне Revival коллекция принесла нам еще плюс одну элитную голдовую медальку. И что самое обидное, раньше у игроков не было возможности поднимать голду бесплатно, но сейчас все изменилось, и хорошо, что ты можешь получить ее прямо сейчас почти что бесплатно. Пополнение от 10 рублей уже доступно на GG стендов. Кстати, а мой промо даст тебе не только дракоины, но и 20% к пополнению и бесплатный барабан бонусов. Устрой свой полет к золоту в новом ивенте, который ты никогда не видел. Получай драконы за каждое пополнение и обменивай их на драконе яйца. Лети к локации и забирай халявный скин. Чем дороже яйцо, тем дольше пролетит дракон за топовым лутом. Сокровищница драконов наполнилась золотом. Выполняй смертоносные задания и получай голду. И это еще не все обновление. GG готовит еще нечто грандиозное. Следи за новостями, чтобы первым оценить грядущую имбу. А также играй на сайте и получай халявные кейсы. Сражайся как истинный викинг в кейс-баттлах. Зови игроков на битву, открывай вместе кейсы и тот, у кого лучше дроп, заберет себе все. Жду тебя на GG стендов. Все ссылочки в закрепленном комментарии. И под завершение 2020 года разработчики выкатывают следующий новогодний батл пасс New Year 2021. И как же круто смотрится этот бык на фоне алмаза. И даже не важно какую версию ты получишь, потому что они все почти что схожи. То есть даже если бы ты докачался до серебряной версии, она выглядит почти что точно так же, как платиновая или диамандовая. 2020 год завершается, и поэтому разработчики выкатывают новые 5 медалей ветеранов. Да, их теперь 5 штук, а не 4, как было в предыдущие годы. И 2021 медаль уже какая-то брутальная, строгая, то есть вполне отличается от предыдущих своих ветеранов. Также разработчики еще в этом году празднуют свое 4-летие игры. И добавляют 2 новые медали. 4 Years Silver и 4 Years Gold. И этот батл пасс считается самым скупым на предметы, которые в себе содержат. Все потому, что разработчики вообще не хотели праздновать 4-летие игры, но видимо игроки их на это вынудили. За что большое спасибо на самом деле как первым, так и вторым. Далее грядет большущее масштабное обновление третьего сезона. И разработчики добавляют батл пасс плюс 6 новых медалей Dragon Rise. Плюс новая карта Сакура и еще много всяких ништяков. И до этого в игре Хэллоуин не праздновался, а вот в 2021 году выкатили первое батл пасс, который содержит в себе 6 медалек Casted Souls. 6 разновидностей головы Йокая, добавление временного нового режима на ночной карте и много чего еще. И последние медали, которые добавили разработчики в 2021 году стали Winter Fun 2022. Да, это новогодние печеньки с символом лапы. Спорная медаль, но у меня к сожалению такой нету. Бро, напиши в комментарии, существует ли у тебя одна из 6 данных медалек? Будет это интересно узнать. 2022 год и традиция, конечно же 5 медалей ветерана. Пока что еще не 6. Но уже вот-вот и разработчики добавляют медаль почему-то в какой-то форме снежинки. Не знаю почему так, но все равно она получилась интересной. И хорошо, что отличаются от предыдущих и следующих. Ну и последние две медали, которые разработчики игрокам подарили, это 5 Ерс. Последние, потому что следующих ивентов по 2 штучки медалей никогда в игре не будет. Серебряные и голдовые пятерки. Так же как и 4 Ерс, так же как и 2 Ерс. Коротенький батл пасс на маленький праздник пятилетия игры. Далее разработчики обновляют игру и выходит 4 сезон. Добавляют 6 новых медалей Legends или Легендс. И они прям очень детализированы. Хотя зачем, если в профиле они все равно выглядят очень маленькими. Уже по традиции Хэллоуина разработчики добавляют следующий быдлопасс Project Pandora. Который включает в себя 6 красивейших деталей с логотипом биологического оружия. Жаль, что я не успел поиграть конкретно в это время и не лутанул одну из таких медалей. Потому что я бы ей до сих пор гордился бы. А вот под новый год 2022 года я как раз таки успел лутануть одну из медалей из набора Hot Winter Party 2023. Да, именно с этого момента я начал снимать ролики по стенду в 2 и получил голдовую элиту. Красивая новогодняя с пальмами медаль. 2023 год. Конечно же разработчики добавляют новые медали ветерана. 6 штук. Но это еще не все. Так же вместе с этими медальками можно было получать граффити и шиляды. То есть помимо одной из 6 медалей, до которой ты докачаешься, ты получаешь еще такое же количество граффити и шилядов. То есть максимально ты мог получить 6 граффити и 6 шилядов. Пятый сезон, Fireborn. И тут у разработчиков получилось сделать крутой новый баг. Если ты покупал или докачивался до третьей, четвертой или последней медали Fireborn'а, то в твоем профиле предыдущая не заменялась на последующую, а добавлялась в коллекцию. И таким образом те игроки, которые выкупили абсолютно весь Battle Pass, у них сейчас 6 Fireborn'овских медалей. На моем же аккаунте их всего 3 штуки. Потом идет промежуточное самое мое любимое обновление Space Vision Battle Pass и плюс опять так же 6 новых космических медалей. Я докупил себе предпоследнюю БПшную медальку и мне кажется, что она самая красивая. Летнее обновление Sunstrike и плюс 6 новых быдлопассовских медалей. Здесь они вообще непонятно на что похожи, а друг друга почти что не различаются и последняя диамандовая выглядит как первая бронзовая разработчики красавы. А вот на традиционный Halloween Subject X мы лутаем 6 крутых иксов. Я докачиваюсь до 4 из 6 и мне она нравится больше всего. И завершает 2023 год набор медалей Frosty Chaos. Все так же точно, уже ничего нового и интересного, 6 медалек, быдлопасс, временные ивентовые карты с ивентовыми пушками и так далее. В 2024 год наступает плюс 6 новых медалей ветерана, которые также содержат плюс еще новых 6 граффити по 30 штук и новых 6 шиледов. И добавление нового батлпасса Outcast с противогазами, к сожалению, на каком-то ненужном фоне, почти что похожие на старые медали проекта Зона 9. Это, кстати, добавление 7 сезона. Жаль, что разработчики не сделали такие же точно маски, но немного переделанные без всяких этих фонов. И последнее на данный момент 6 медалей, которые мы получили, это медали Fun and Sun. Летний временный режим и на этом все. Ожидаем какой-нибудь хэллоуинский батлпасс, также новогодний и новые 2025 медали ветерана. Но пока что этого всего в игре нету. Обязательно скинь этот ролик своему лучшему другу, чтобы он тоже его посмотрел и знал абсолютно все 150 медалей в игре. А сам кликай по этому видосу. Какие сейчас самые сильные пушки в игре и топ 10 ножей? Обязательно кликай, переходи и смотри.